Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор пряжи турецкой от фирмы Alizella на Gold Classic. Это классическая пряжа, немножечко различается толщиной от простой классической пряжи, то есть здесь 240 метров в 100 граммах. Она немножечко толще. Рекомендованный размер спиц здесь 4-6 миллиметра. Но я бы так не горячилась. Я эту пряжу очень сильно люблю и довольно-таки часто пользуюсь. Честно говоря, вам скажу, что здесь немножечко как-то, в общем, расчет спиц не очень хорошо сделали. Так как для тех, кто будет вязать более плотную вязку, то используйте максимально номер 4. То есть где-то 3,5 я использую для плотной вязки и номер 4. Если же кто-то хочет более в дырочку, такое вот свободное вязание, то тогда используйте 5-6. Максимально из этой пряжи я вязала пятерочкой, то есть спицы пятерочка. Мне показалось более чем достаточно, то есть шестеркой я этой пряжей вязать не буду. Также хочу обратить ваше внимание, что она очень хорошо, скажем так, по своему составу подходит на осенние вещи. Также зимние, то есть шапочки, снудики, детские какие-то кофточки, для взрослого кофточки. Почему я уточнила, что детские? Она очень приятная на ощупь и не будет колоться в шейке для ребенка. Поэтому можете смело ее использовать. На ней не написано, что она гипоаллергенная, поэтому обратите на это внимание, что если у вашего ребеночка аллергия на шерсть, то здесь будьте осторожны. Состав ее 49% шерсти и 51% акрила. В данном случае я рассматриваю фисташковый 193 цвет. Также рекомендованный номер крючка здесь предоставляется где-то 5, пятерочка. То есть я использовала четверочку на эту пряжу смело. Пятерочка, честно говоря, никогда не вязала, не приходилось. То есть если вы хотите связать какую-то шапочку, допустим, на взрослого, то вам одного моточка будет достаточно. Если же этот снуд, то, к примеру, хотя бы возьмите два моточка. Предварительно советую вам связать небольшой образец лицевой глади и посмотрите, сколько у вас петелек в одном сантиметре. Расчет петелечек я оставлю под этим видео, чтобы вы смогли правильно сделать и рассчитать. В общем, это одна из моих любимых пряж. Честно говоря, мне нравится, что она при стирке не деформируется, то есть не садится и не растягивается. Она не линяет при стирке. Конечно же, соблюдайте нормы и температуру при стирке, то есть стирайте при 30 градусах обязательно, либо в ручном режиме машинки, либо, как всегда, я рекомендую 100% это стирочка руками. Легкий отжим и сушка в горизонтальном положении на ровной поверхности, желательно застеленной каким-то полотенчиком, либо салфеточкой тканевой, либо марлевой в несколько раз салфеточкой снизу, то есть чтобы не так долго сохло. В общем, советую вам эту пряжу. Мне она очень нравится. Часто ей пользуюсь, поэтому рекомендую. Я надеюсь, что вам наш обзор сегодняшний понравился. Обязательно вяжите с удовольствием. Вяжите на моем канале ровных петелек вам. Пока-пока!